Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Одесса готовит обед». Генеральный партнер нашей программы – Одесская национальная академия пищевых технологий. И сегодня у нас в гостях очаровательная девушка, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры технологии ресторанного и оздоровительного питания Золовская Елена Васильевна. Здравствуйте, Елена Васильевна! Мы с вами впервые в нашей программе. Ну и, знаете, по традиции расскажите, а что вы нам будете готовить? У нас сегодня безумно вкусный, воздушный, нежный десерт – тирамису. Это десерт, он издан очень давно, придуман разными поварами, переиздавался, несколько версий было его. Но на сегодняшний день есть классика, к которой придерживаются, и можно немножечко что-то корректировать. Что можно корректировать, я в процессе приготовления расскажу. Что сам десерт состоит у нас из яиц, сыра маскарпоне, потом мы будем готовить легкие, воздушные печеньки, дамские пальчики, которые прозваны в народе, и также нам необходим кофе, сливки и какой-нибудь ликер, либо же ром. Дорогие друзья, я не знаю, наверное, может быть, они родственники, я имею в виду Елену Васильевну и Геннадий Васильевич, потому что Геннадий Васильевич на прошлой программе нам рассказывал, как готовится этот удивительный итальянский сыр. И мы сохранили с прошлой программы вот такую небольшую мисочку, небольшую, этого дорогущего сыра, но, как мы выяснили в прошлой программе, делается он в домашних условиях быстро, просто, а главное – недорого. Так, ну и поскольку я знаю, что вы из кафедры оздоровительного питания, а я вам как рыбак и охотник, хочу сказать, что я люблю здорово питаться или здорово питаться. Я не знаю, как правильно, но многие блюда, которые использую я в своей кухне – это совершенно простые блюда. Например, из рыбы, рыбы наших регионов, потому что в нашем регионе можно, ну, я вам честно хочу сказать, можно выловить все, что угодно – судак, сом, камбала, луфарис, сарган, но я могу долго перечислять. Это просто, это очень замечательно, так как у нас усваиваются все продукты, которые растут, либо же плодятся в нашем регионе. Это самое лучшее, что есть для нашего организма. Вот, и такая вот как бы простая рыба, как судак, ее можно просто пожарить, просто пожарить в кляре. А я сегодня покажу, как я делаю салат из вареного судака. Для этого я сначала должен судака, у меня филе одного судачка, небольшого, целиком с головой он весил грамм 700. Пока у него все убрали, он стал, ну, чуть-чуть меньше. Я его порежу на куски и быстро отварю. Жеварится он быстро, а мне нужен именно вареный судак. Что же мы будем для начала делать? Приступим к приготовлению наших дамских пальчиков. По-итальянски это печенька с авоярдио. Поэтому приступаем к его приготовлению. Это наш первый будет этап. Для его приготовления нам необходимо 4 яйца. Отделить желток от белка. Итак, судачка я поделил на 4 части. И бонусом у нас есть вот такие вот 2 прекрасные полосочки икры, которые мы тоже будем готовить из нее наш салатик. Вода у меня практически закипела. Воду бросаем все как на уху. Бросьте лавровый лист, бросьте перец, соль, корень петрушки у меня есть. Если есть корень сельдерея, можно корень сельдерея. Ну, все для того, чтобы ваша рыба была вкусная. Вкусная и безумно ароматная. Да. Что же мы приступаем дальше. Дальше у нас отделены белки от желтков. Дальше мы берем и взбиваем белки до устойчивых пиков. Без сахара. Мы должны взбить желтки до белого цвета. Можно венчики не мыть, так как мы все равно будем соединять. Но взбиваем мы обязательно отдельно. Отдельно. Дальше мы приступаем обратно к белкам. Нам необходимо добавить сахарную пудру. Берем 100 грамм сахарной пудры. Аккуратненько добавляем. И на маленькой скорости начинаем взбивать. Взбиваем до пышной пены. Ну что же, у нас наши белки с сахарной пудрой сбились. Дальше нам необходимо соединить белки со взбитыми желтками. И опять мы взбиваем это все вместе. Да, и опять мы взбиваем. У нас сегодня миксер. Самый основной инструмент. А пока Лена будет взбивать белки, я сделаю соус для нашего салата. Простой горчичный соус. Для приготовления соуса мне понадобится 2 ложки горчицы, столовая ложка или половинка сока лимона и 100 грамм масла. Масло подсолнечное. Сейчас я буду готовить наш соус. Все, достаточно. Далее мы берем крахмал, муку. Крахмала необходимо 50 грамм, муки 90 грамм. Все сухие ингредиенты соединяем между собой. Также мы еще добавляем пакетик ванильного сахара для аромата. Так, и когда мы горчицу и лимонный сок превратили в единую смесь, добавляем потихонечку масло. Масло, повторяю, 100 грамм. Конечно, это можно было бы тоже сделать миксером, но миксер у нас занят. Поэтому делаем все руками. По старинке. Дальше подготовленные сухие ингредиенты. Мы по чуть-чуть начинаем вводить в массу и перемешивать лопаткой. Можно миксером, но тогда нам необходимо использовать очень маленькие скорости, чтобы не разбить белковую пышную массу. Дорогие друзья, вы знаете, соус практически готов, но, как для меня, он получился немножко островат. А вы знаете, когда большая компания, ты всегда не знаешь, кто-то любит острое, кто-то менее острое. И я решил немножко его смягчить, добавить сюда, ну, грамм 30 сливок. И сделать такой вот сливочно-горчичный соус. Приступаем к отсаживанию печенька. Вот такие нам надо сделать палочки, да? Да. Печенье называется дамские пальчики, поэтому оно достаточно небольшое. А, это не палочки, это дамские пальчики. Дамские пальчики, да, в народе. Расстояние между дамскими пальчиками должны быть, ну, там, 2-3 сантиметра. Потому что они во время... Они немножко расширятся и поднимутся в высоту. Дальше нам необходимо наше печенье притрусить немножко сахарной пудрой. Так как савоярди известна своей хрустящей корочкой. Эту корочку образует как раз сахарная пудра, которая во время запекания в духовке начинает высыхать и такую вот, как золотистую корочку создает. Еще один нюанс. Когда мы присыпаем сахарной пудрой печенье, ему необходимо дать постоять 5 минут. Потом этот процесс снова повторить. И так 3 раза. Только в этом случае у нас будет красивая золотистая корочка. Дорогие друзья, прошло 10 минут, у меня рыба готова для приготовления салата. Лена отправила печенечко в духовку. Единственное, мы не знаем... Время. Да, время. Время нам необходимо где-то 10-12 минут. Мы смотрим по обстоятельствам, смотрим, чтобы оно было золотистое, чтобы оно не было коричневым, не было бледно-белым. Ясно. И я уже готов для приготовления салата. Дальше наш салат. Мне нужно порезать яблоки кубиками, сбрызываю соком, чтобы они не потемнели. Порезали туда 4 вареных яйца, сладкий лук у меня есть, такая небольшая луковичка, мы тоже туда порежем. Зелень все это соединим, но не будем перемешивать с рыбой, чтобы она не развалилась. Мы красиво выложим рыбу и зальем вот этим чудо-соусом, который уже полностью настоянный. У нас же начинается второй этап. Второй этап – это формирование самого крема тирамисо. Для этого нам необходимо отделить белок от желтка, мы берем 2 яйца, и взбиваем по отдельности, потом соединяем вместе. Также взбиваем сливки и соединяем вместе с сыром маскарпоне, перемешиваем, соединяем яйцо, сливки с сыром и формируем такую вот массу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Далее в сливки помещаем сыр маскарпоне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Для двух яиц нам необходимо 400-450 грамм маскарпоне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Немножко перемешали миксером для однородности. И можно соединять взбитые яйца со сливками и маскарпоне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Почистил яблоки, почистил лук, порезал мелко, среднее, нарезал вареное яйцо и зелень. И теперь я это все добавлю сюда соус, перемешаю, потому что рыба распадется. Я буду вместе с рыбой перемешивать, а мы потом слоями будем выкладывать готовую рыбу, готовый салат и рыбу опять. Все, на данном этапе наше тирамису готово. И это все уже? Да, нам осталось вытащить уже готовые наши печеньки с авоярди и сформировать красивый десерт. А мне осталось отделить вот это немного, небольшое количество костей отделить от филе рыбы и у меня практически тоже уже все готово. Дорогие друзья, прошло немного времени и у Лены, и у меня все готово. Осталось только красиво это презентовать. Наши печеньки с авоярди испеклись. Вот они имеют вот такую вот легкую форму золотистого цвета и блестящей корочкой, что нам и нужно было. Далее мы тогда приступаем к оформлению нашего десерта. Нам необходимо смешать крепкое кофе миллилитров 300-350 и любой спиртной напиток. Но мне нравятся молочные ликеры, либо жиром можно использовать для того, чтобы был приятный аромат. Смешали? Да, смешали. Но можно без ликера, если вдруг нет ликера, можно и без ликера. Можно даже заменить каким-то сладким сиропом, там малиновым, если это для деток предназначено. Если у вас в огороде растет клен, возьмите немножко кленового сиропа. Да, можно и кленовым разбавить. Далее мы берем наши креманочки, печенье с авоярди окунаем буквально на 2 секунды, для того, чтобы оно взяло кофе. Все, видите, насколько оно легкое и сразу же начинает распадаться. Поэтому главное не передержать. И выкладываем аккуратно в формочку. Это сколько печенья надо в одну формочку? Штучки 3. Штучки 3. Дорогие друзья, а в это время я первым слоем выложил яблоко, лук, яйцо, зелень и наш соус из горчицы. Потом рыбу, потом опять яблоко, ну и так далее. И вот у нас получается вот такой вот слоеный салатик. Ну и продолжаем делать еще один. Изумительно. Далее на пропитанные печеньки нашим кофе мы помещаем саму тирамису. Аккуратненько выкладываем в центр. Угу. Ну, так, чтобы красивенько было. Нежнейший десерт, очень вкусный. Кстати, недавно заехал к нам, относительно недавно, но так прижился в Одессе, как будто мы сами его придумали. Да, десерт сам из Италии, но достаточно популярным стал, так как он просто великолепен на вкус. Одет в Италии, люди сидят в баре, едят с удовольствием фаршированную рыбу и говорят, это же настоящий гефилд фиш, такое делают только в Одессе. Бывает. Так, у нас здесь как все, как в приличной хирургии. Чисто, стерильно и быстро. Сверху десерт можно притрусить какао, либо же тертым шоколадом. Вот такие вот ушки рекомендую. Оп. Два таких котика у нас получилось. Какая красота. Один для Лены, один для меня. Спасибо большое. И наш десерт тоже готов, тоже в двух порциях. Дорогие друзья, немного времени мы с Еленой старались на кухне, готовили два очень редких блюда. Ну, одно, конечно, нередкое, его можно готовить каждый день. Для этого нужно взять рыбу без костей, а можно взять рыбу с костьми, просто нужно дольше сидеть и выбирать их. Яблоки есть круглый год, зелень, лук тоже есть круглый год. Конечно, этот шедевр, придется немножко над ним постараться, но это того стоит. Мы недавно в передаче узнали, как готовится легко в домашних условиях итальянский сыр, который идет основой этого блюда тирамису, идет сыр маскарпоне. Да, Лен, давайте начнем, знаете, с десерта мы закончим. Давайте начнем, я хотел бы вас угостить вот этим вкусным салатом, вкусным, полезным. Ну, я его готовил сам, я знаю. Попробуем. Да, приятного аппетита. Взаимно, спасибо. Изумительная заправка, зря я не попробовала, когда вы предлагали. Я вам всегда предлагал. Давайте добавим немножко в тирамису, немножко моей горчичной заправки. Дорогие друзья, действительно получилось очень вкусно, а главное быстро. Ну, и, конечно же, с удовольствием я попробую вот это нежнейшее чудо природы, сделанное нашими руками. Дорогие друзья, ничего не буду рассказывать, ничего не буду комментировать. Каждый из вас должен сесть дома, попробовать, сделать и съесть. С вами была программа «Одесса готовит обед». До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok